То есть задача понятна, что всеобщая компьютеризация и цифровизация – это цель опустить нас на уровень шимпанзе. Добрый день! Сергей Вячеславович Савельев, профессор, автор книги «Морфология сознания». Здравствуйте, Сергей Вячеславович! Как обещал, передача будет посвящена конкретно книге. Скажу сразу, книга веселая, к чтению рекомендуется. Вот начну с первого пункта, который меня развеселил. 176-я страница. Оказалось, что первые воспоминания женщин связаны с болезнями, тревогами, фрустрациями и соперничеством с братьями и сестрами. Как я понял, сейчас спрошу, это правильно? Против кого дружим девочки – это оттуда. Это особенность строения мозга. Конечно, конечно. Особенность даже не строения, а созревания женского мозга. Потому что женский мозг все-таки имеет особенности, в том числе и созревания, и мотивации, даже когда еще гормонов нет. То есть гормонов женских мало, но, скажем так, все равно некие разницы существуют. И детские эндокринологи об этом знают. Но, тем не менее, на поведение это уже сказывается. Мозг созревает в совершенно несколько иной, и в том числе и биохимической среде, но и как следствие поведенческой. Да, потому что девочки, они созревают и раньше, это всем хорошо известно. В том числе и в половом отношении, поскольку главная цель – это размножение. То, значит, соответственно, и поведение адаптируется в первую очередь к главной женской задаче. То есть главное женское высказывание – это же рождение детеныша. Поэтому они, соответственно, себя и ведут. Начинают конкурировать с того возраста, с которого себя осознают. Потому что написано, что у мужчин положительные воспоминания, наоборот, доминируют. Да, это была очень большая работа. В ней участвовало несколько крупных учреждений. На Западе, это и в Англии, и в Америке, много таких публикаций. Они посвящены ретроспективному анализу. Что вы помните из своего детства? Самые ранние воспоминания. Вот тут и различие. Выяснилось, что у мальчиков они одни, а у девочек другие. И у девочек больше связаны с половой конкуренцией, чем у мальчиков. Вот и все. То есть более позитивно, скажем так. Я вот сейчас один пример еще прочитаю, который я знаю, и сразу задам вопрос. А вот кроме этого, какие еще разницы в формировании мозга существуют у мальчиков и девочек? Вот сейчас прочитаю. Мозолистое тело в мозге, это имеется женщин, более утолщенное, чем у мужчин, женщин. В нем содержится на 30% больше соединений. Именно поэтому они решают несколько задач одновременно. Правда или нет? Это неправда. К сожалению, вот этим враньем наполнена вся современная нейробиологическая и медицинская, особенно психологическая литература, поскольку это позволяет объяснять такие уже застаревшие глупости всякие. Про асимметрию функций полушарий, про разные особенности, что у нас есть два сознания в левом и правом полушарии. Эта вся глупость нуждается в какой-то базе. И поэтому с помощью, в первую очередь, томографов они пытаются доказать, что такая разница есть. Это неправда, потому что у нас существует мозолистое тело для того, чтобы интегрировать функции правой и левой руки. Понимаете, если мы не будем это интегрировать, то что произойдет? Вот так мячик будем ловить вместо того, что такое, это смешно. Значит, естественно, как левая рука, так и правая, они интегрируют в том числе и моторные, и обонятельные, и зрительные функции. Вообще у нас зрение получает в каждой из полушарий только половинку изображений. Вот люди, которые эту ахинею пишут, они об этом задумываются, интересно? Я уж про обоняние не говорю. У нас же через коленчатое тело приходят в левое и правое полушарии разные половинки изображений. Если гибнет один глаз, то вы видите как бы половинки изображений. Это широко известная с офтальмологией, с школьных учебников, в конце концов. Мозолистое тело, во-первых, кто-то это сочиняет, плохо себе представляет, как устроен мозг. Дело в том, что у однопроходных и сумчатых млекопитающих, то есть полумлекопитающих, обитающих в Австралии, у них вместо мозолистое тело только передняя комиссура. Его вообще нет. Вот тогда можно начинать говорить. Если человек знает хотя бы анатомию мозга и знает, что есть животные, которые имеют мозг, покрытый бороздами, извилин, в котором нет комиссуры, он отлично работает, пользуется всего одной передней спайкой, тогда вот такие глупости отскочат. Дело в том, что половой деморфизм, да, существует между мозгом мужчины и женщины. И мальчиков, и девочек особенно. Да, созревания. И скорость созревания различается. Женский мозг созревает раньше и стареет медленнее, чем мужской, если брать всю жизнь. Он вообще выгоднее тогда? Ну, конечно, выгоднее. Вопрос, для чего использовать. Если с точки зрения биологической, то женский мозг более надежно устроен, он более консервативен, он медленнее стареет и надёжнее работает. Но с ним проблемы небольшие с творчеством, поскольку надёжность, связанная с детьми рождением, накладывает некие обязательства. А, то есть, я записал, почему нет женщин-учёных, это поэтому? Потому что задача-то другая, репродуктивная. Тут пусть женщины не обижаются. Среди женщин очень много серьёзных учёных, и здесь никакой дискриминации нет. Но просто другое дело то, что их выловить из этой массы женских мозгов со специализированной функцией очень сложно. У меня в лаборатории, например, очень много женщин работает. Но сколько их пришло, и сколько ушло, и сколько осталось, это не счесть. То есть, получается так, что люди просто способны есть, с особенностями мозга для творческой работы есть, и моя лаборатория тому доказательства. Но это редкость, которую надо искать, как бриллианты в навозе. К сожалению, вот так. Что меня ещё, скажем так, вот это развеселило, на самом деле, я про это читал Триттер, много думал. Вот я про это много думал. А на десятой странице написан довольно интересный факт. Я просто им поделюсь. О том, что на самом деле мальчиков рождается меньше, потому что они менее устойчивы к токсическим воздействиям. Да, есть такая статистика, и достаточно большая, и из разных стран. Это не единичная работа. Я не популяризатор науки, я сам занимаюсь такими исследованиями. В том числе и у меня был такой этап, когда я оценивал эти ситуации. Правда, много лет назад, немножко в другой стране. Дело-то в чём, что мировая статистика на этот счёт показывает, что мальчиков, в общем-то, оплодотворяется на самом деле больше. То есть, при процессе репродукции их должно рождаться больше. То есть, когда происходит размножение, то есть оплодотворение циклетки, как правило, мальчиков получается больше чуть не в два раза. И, по идее, мальчиками должно быть всё покрыто кругом. Но мальчиков рождается мало, потому что, во-первых, у мальчиков менее устойчивый морфогенез, то есть закон о развитии. И поэтому их очень много гибнет ещё внутриутробно. Это огромные потери. Ничего с этим сделать нельзя. А, во-вторых, женский организм, как известно, состоит из, возвращаемся к генетике, из двух хромосомов мужчин, х и у. То есть надёжность, соответственно, по половым хромосомам намного ниже. И поэтому любое событие, в том числе и токсическое воздействие, если оно оказывает влияние на эти части генома, то, конечно, приводит к гибели. То есть женский организм намного устойчивее. Он должен быть устойчивее, надёжнее, поскольку у него задача репродуктивная, вынашивание детёныша. И выкармливание его. И поэтому, собственно говоря, женский организм устойчивее, в том числе, в развитии. Очень много мальчиков гибнет в внутриутробный период. То есть это одна причина. А потом, когда они рождаются в ранние годы жизни, это тоже мировая статистика. Действительно, мальчики, заболев одной и той же инфекцией с девочкой, в одной и той же семье, могут быть менее устойчивы, к сожалению. Да, именно из-за особенностей полового деморфизма и скорости развития. Из этих примеров есть масса исключений. И тут же апологеты, значит, всякие начнут говорить, что нет, это не так. Нет, ребят, это так. Речь идёт о статистике, в которой участвуют выборки по 100 тысяч человек. Вот если у вас есть возможность, такие выборки, пожалуйста, попробуйте опровергнуть мои слова. Пока никому не удавалось. То есть 100 тысячные выборки показывают, что это так. Да, действительно, мальчиков должно заводиться больше, но получается в финале меньше. Или равное количество, ну, в идеальном условиях. Более физически крепкие, но менее генетически устойчивые. Нет, скажем так, мальчики наоборот. Здесь принципиально разница. Мальчики, поскольку они меньше связаны с непосредственной репродукцией, у мальчиков максимальная изменчивость. Если мы даже возьмём по мозгам, уж моя область, то мальчиков с большими мозгами и самыми маленькими мозгами намного больше, чем девочек. А девочки вписываются в серединку. То есть как раз мальчики платят неустойчивостью своего развития, паршивостью здоровья, кратостью своей жизни. Платят за то, чтобы иметь максимальную изменчивость, которая имеет огромное значение. Для эволюции. Для эволюции вида как такового. То есть это цена за изменчивость, которая может в критической ситуации выжить целой популяции или видов целиком. То есть, к сожалению, такова цена. Нет, это логичная вещь, что природа подбрасывает вариации, для того, чтобы если внешние факторы меняются, какая-то часть всегда успевала... Ну, менее ценные мальчики, у которых требуется сперматозоиды в основном, не считая еды, можно ими пожертвовать. Я вот ещё сейчас что. Страница 52, но тут на самом деле по книге разнесено. У меня 50 написано, 52, 71, 72. У нас на Медне заблокировали ролик про гомосексуализм. Хотя мы старались крайне научных этих придерживаться о том, как это дело убрали из списка заболеваний с помощью махинаций. Что я прочитал у вас? И это меня насторожило, потому что то, что у вас написано, говорит о том, что гомосексуализм всё-таки врождённый бывает. Сейчас цитату прочитаю. Это говорит о том, что женский мозг отчасти развивается в условиях гормональной депривации, а мужской под воздействием тестостерона и его производных. Если уровень тестостерона был снижен, то изникает опасность развития мозга по женскому типу при хромосомной детерминации по мужскому. Вполне понятно, что может произойти обратная ситуация. Такие случаи отклонения эмбрионального развития могут в период полувозрелости трансформироваться в гомосексуальную склонность к дефилии и сомнительной наклонности. Да, это так. Эмбрионального развития. Понимаете? То есть, это вопрос, получается, среды. Но среды не среди людей, а среды окружающих развивающегося эмбриона. То есть, здесь много очень тонкостей в этом во всём. А то, что закрыли вашу передачу, ну, так это просто показывает, какое количество у нас людей с такими особенностями. Вот и всё. Раз они так дружно и весело вас закрыли. Вот и все дела. Но при этом, я вот что хотел ещё подчеркнуть, это на предмет того, что всё-таки врождённое или производное. Я сейчас один пример приведу. Вот воинский коллектив. Там в среднем, условно, там положено вроде 100 человек. Ну, условно, и больше, на самом деле. Но как раз, типа, можно брать за 100%. И, по идее, если мы берём выборку, там обязательно должен быть кто-то из гомосексуалистов. Не обязательно. Ну, понятное дело, что может не попасть... Нет, нет, нет. Армии – это уже отбор. Уже предварительный отбор. Мы всё время забываем, что у нас существует предварительный отбор. И люди с определёнными наклонностями, например, более активно избегают попадания в армию, чем те, кто не имеет таких отклонений в поведении или особенностей, скажем так. Поэтому армия – это уже люди, прошедшие определённый отбор по определённым признакам. То есть это уже церебральный сортинг прошёл, и вы уже в сортинговой группе, отобранной, начинаете искать, значит, людей с гомосексуальными отклонностями. Их может не попасть. У меня однажды было такое подозрение, потому что очень странное... Это не жеманство было, это просто была какая-то непонятная мягкая модель поведения. А плюс ещё все же ведут в армии, там, дневники записывают что-нибудь эти, выписывают какие-то там афоризмы. Я посмотрел, там нарисованы... Какое-то сумасшествие массовое. Ну, хорошо. Делают люди такое, дембельские альбомы они готовят. Да, я знаю, что такое дембельский альбом. Вот, я смотрю, там цветочки нарисованы очень по-женски. На самом деле, парень, оказывается, вырос в семье, где вообще не было мужчины. То есть, у него, по-моему, то ли две сестры, я сейчас забыл, то ли три, и мать, и всё. И у него это всё не гомосексуально. Это всё просто, как бы, у него, видимо, моделей поведения было брать некуда. Да, он копировал другую модель поведения. Я здесь такую интереснейшую вещь прочитал, про то, что дети умышленно копируют, разучивают, применяют наборы интонационных особенностей своего пола. То есть, модели поведения. Это одно из первых проявлений неокортекса, как инструмента повышения личной доминантности в социальных группах детей. И где-то ещё было про то, что парни именно голос мужской копируют. То есть, важность отца, получается, в семье, просто для того, чтобы начать поведение. Ну, не обязательно. В семье важность. Важно, чтобы он видел такие образцы. Такого поведения. Не обязательно это должен быть там отец, который такой суровый, серьёзный мужчина, с хорошим, низким голосом. Это мечта всякой женщины. Самец с низким голосом, чтобы он слов поменьше знал, ещё меньше, чтобы говорил. Ну, это известно. В своё время один из наших первых президентов почему так нравился женщинам. Потому что все, когда видели такую красоту, они понимают, что им легко управлять. И такой в семье бесценный кадр. Я помню, Гордон на радио об этом говорил, что Зюганова выбирают женщину за 50. Нет. Ну, у нас был ещё Горбачёв, которого тоже выбирали как раз вот женщины. Поскольку он удобный, домашний, он будет тапочки приносить. Явно совершенно. Если его как следует воспитать. То есть, здесь не об этом речь идёт. А дети действительно копируют, особенно мальчики. Особенно, когда возникает, наокортекс начинает созревать. Это 6-7 лет. Вот первые такие связи интенсивные образуются. И тогда возникает вопрос. Не просто поесть, попить и развлечься. Ну, как у шимпанзе. Это всё понятно. А вот чуть-чуть посложнее. То есть, когда надо установить иерархию в группе мальчиков. Они начинают драться между собой, махать кулаками. Там всякие глупости делать. Пытаясь доказать свою значимость. Точно так же, как маленькие шимпанзе в стае. И они в том числе начинают копировать у взрослых голос, содержание. Вот сейчас, например, там очень много нецензурной лексики у детей проявляется. Почему? Потому что они видят редкость этой лексики. И они тут же её воспринимают как инструмент для доказательства собственной доминации. И тембр. Это было отмечено в специальных исследованиях, когда оценивали, как мальчики себя ведут. И выяснилось, что они меняют свой тембр голоса, подражая взрослым. Чисто подражая. Ну, как канарейка. Подражая, там, когда поёт в состоянии... Ну, когда самец канарейки, весной наступает сперматотоксикоз. И он, значит, что у него там появляются несколько новых нейронов, которые позволяют запомнить новую песню. Опытные птицеводы сажают его рядом с опытными кеннерами, чтобы тот песню скопировал. Точно так же при созревании человека ничего не меняется. Мальчик копирует суровые интонации отца, а голосок-то ещё такой не очень. Получается очень смешно. Да, действительно. И благодаря этому он запоминает алгоритмы речевого поведения. Это очень важно. Это превращается потом в социальные инстинкты. Когда он вырастет, когда его голос пройдёт половую ломку, он вполне может оказаться полной копией своего папаши. Хотя он может быть не лучшим образцом. Но что ещё мне было интересно в плане воспитания? В плане воспитания было интересно, что в экспериментальных условиях находили... А, это касается моллюсков, тех, кто жил в вольерах. Ну, в общем, животные... Ну, ищут об обогащённой среде. Но это очень важно для детей. Вот я вот это хотел спросить. Уже сейчас лишены они практически этого. Мало того, что его накормить, надо ему ещё дать возможность жить в разнообразной среде. Потому что я знаю семьи, в которых дети живут под присмотром нянечек из Англии. В отмытых полах, где там не то что собаки. Там муха не пробежала никогда. Ну, понятно, что когда такое сокровище дорастает до половой зрелости, оно вырывается, и там уже скоро по нему начинают бегать мухи. Потому что он совершенно не готов к новой среде обитания. То есть, ребёнок должен быть, конечно, социализирован раз. Во-вторых, он должен испытывать очень разнообразные, богатые впечатления. И родители не могут решать, что ему будет нужно, что не нужно. Потому что его мозг радикально отличается от родительских. Вот этого не понимают. Сходство будет только в самых низменных наклонностях. В смысле обжорства, прелюбодейства, доминантности, выпендрёж в папу и в маму. Вот это он точно у них возьмёт. А вот всё остальное вряд ли. Потому что мозг совершенно другой, и человеческое в нём будет всем другое. И вот там описаны случаи с моллюсками, с аплизами конкретно. Просто одних держали. Но детей как-то так не принято. Держали в белых контейнерах просто. Абсолютно никакой среды. И бросали туда еду. Ну и вот они ели всё. И потом их, значит, забивали. Смотрели число нейронов и, самое главное, количество связей. Нейрон-то повторяется. Безпозвоночных это достаточно жёстко детерминированное дело. А других держали в разнообразном. То есть в огромных контейнерах, с разнообразной поверхностью, по которой они ползали. С всякими организмами другими. В том числе и биохимическая среда, соответственно, была. Потому что все же там осуществляют дефекацию, воспринимают запахи и прочее. То есть богатая, интересная, разнообразная среда. И у них оказывалось связей больше. То есть это о чём говорит? О том, что, во-первых, память у нас – это система связей, что лишний раз доказывает. А во-вторых, что обогащённая среда остро необходима для того, чтобы мозг нормально развивался. Потому что те, кто жили в обогащённой среде, лучше решали конкретные поставленные задачи. А те, кто в бедной – хуже. Поэтому дети в преливерованных родителей, значит, живущие в преливерованных школах, видящие мир через окно отцовского лимузина, на котором его подвозят, быстрее всего они утратят папина состояние очень быстро. Поскольку, как только они столкнутся с реальностью и получат первый раз в глаз на заднем дворе в школы, ну, вот если не дай бог папа банкротится, то мир предстанет в совершенно другом виде. Поэтому вот эти все инструменты взаимодействия социального и среда, в которой живёт человек, она в раннем возрасте играет решающую роль. Решающую. Ну, это как пищеварение, как щенку собачьему надо мышку декапитировать и скормить, чтобы заселить его кишечник микроорганизмами. Вот так точно и человеческому детёнышу. Мышь, конечно, не надо давать, но он должен давать, во-первых, пищу по разнообразии, а во-вторых, его мозгу нужно давать вот эту дохлую мышку, на самом деле. И разные ситуации. И чтобы он побывал в разных ситуациях, это чтобы он привык не к микроорганизмам, а к социальной среде, чуть-чуть разобрался. Если он начнёт привыкать в 20 лет к этой среде, ну, он от безысходности и ужаса может оказаться под действием каких-нибудь вредных веществ. Для того, чтобы уйти от реальности. Ну, просто. Или там окажется в зависимости от этой электронной лабуды, к компьютеру. К ним мы сейчас ещё подойдём. Я хотел сказать, к тому же часто бывает, что в нашей ситуации папа, прежде чем нанять английскую маму, сначала вырос в деревне, только потом завёл нефтяную компанию и всё остальное. Но он завёл эту компанию нефтяную не от того, что у него было высокое образование. От того, что я хотел сказать, говорили, что люди, живущие в деревне, им зачастую приходится решать важных задач, сложных, намного больше, чем у менеджеров, которые здесь за чашкой кофе сидят вот для компьютера. Конечно, больше. Во-первых, эти люди более, скажем, активны, потому что они добиваются места под солнцем. А во-вторых, из-за отсутствия образования, они обычно лишены всяких комплексов, которые позволяют им попроще поступать в социальной среде. Ну, если их не отстрелят до того, как они становятся миллионерами. Ну, 90-е годы. Что я ещё хотел в плане того же воспитания, чтобы продолжить линию воспитания? Да. На 149-й странице говорится о важности запоминания отрицательных эмоциональных переживаний, в том числе связанных с конфликтами. Сейчас скажу. Только отрицательный биологический опыт мобилизует формирование долговременной памяти. По этой причине неудивительно приверженность педагогов прошлых столетий и бодрящим воздействием на память хорошо вымоченных и гибких роз. Есть такой закон у нас о шлепках. И сейчас ведь это целое это развернули. Можно по-научному объяснить, ну, если необходимость, то периодическую полезность, что ли. Я не знаю, как правильно это сформулировать. С педагогической точки зрения, а главное, с научной. Ну, дело в том, что у нас мозг работает только в состоянии мобилизации. То есть, если есть возможность лежать с бутербродом во рту около телевизора или компьютера, мозг работать не будет. А вот эти все бесконечные организации, пацифистов, гуманистов и прочее все, это на самом деле бизнесмены, которые в том числе кормятся, а в том числе и от грантов нашего правительства. Я думаю, в первую очередь. В первую очередь, на самом деле, это скопище прохиндиев, которые раньше они там защищали компьютерную свободу. Через три дня они начинают защищать детей с какими-то заболеваниями. Через четыре дня они начинают бороться со шлепками. Вообще, эту публику надо посмотреть, потому что половина из них получает грант из Запада, и большой вопрос, чем они занимаются. То есть, здесь надо бы приложить, чтобы спецорганы занялись ими, чем они вообще живут и почему они так часто меняют направление своей гуманистической деятельности. Это очень большой вопрос. Но если всерьез к этому относиться, с научной точки зрения, мозг работает только в момент мобилизации. Вы не можете его заставить работать, если вы будете все время сыты и счастливы. Он так и будет вести себя, как у аплизии. То есть, ничего вы не сделаете. Мобилизация, почему наказание должно быть? Должна быть амплитуда. То есть, как поощрение, так и наказание. Тогда возникает вопрос, а господа пацифисты, гуманисты и исты всякие. А почему в школах привилегированных многих цивилизованных стран, где стоимость дороже, чем в Оксфорде учиться, почему там в этих самых школах детей дерут? А дерут вот это все сказки. Дерут. Только вам никто никогда в этом не признается, никто об этом не скажет. Потому что, если вы хотите, это давнишняя формула, если вы хотите вырастить землекопов и грузчиков, надо что делать? Поощрять детей. Во всех их наклонностях развивать в них скрытые способности. Приглашать специалистов, чтобы они там учили рисовать, петь. Вот из них получаются прекрасные землекопы и грузчики. Еще главное их никак не напрягать. Да, ни в коем случае не напрягать. Да, сами раскроются, как тюльпа. Ну вот, здесь нужно вызывать психиатра, на самом деле, к этим теоретикам. Потому что ничего не раскроется никогда. А вот если его драть, то получаются сэры и пэры. Вот, к сожалению, эта формула, как она была, так она и осталась. И ничего сделать нельзя. Не из-за того, что у нас общество гуманистическое, и сейчас не надо это делать. Все надо беречь, обходиться там нежно. Это надо делать не ради садизма. Да причем тут, это ни в коем случае. Во-первых, все должно быть за дело, совершенно обоснованно. Да, это педагогически обоснованная история. Да, ясно. Как собака. Если собака сделала, то ее не наказала, через полчаса наказывать нельзя. Ну, понятно. Так и здесь. Все те же самые принципы. То есть, в чем дело? Должна быть максимальная амплитуда поведения. От очень хорошего, поощрения, мороженое, кино, развлечения и прочее. Так и очень плохое. Розги по субботам. Ну, а кроме того, детям же границы надо ставить. Да, то есть, они же не знают ничего о границах. Поэтому детский, собственно говоря, душегубство такое, и детская жестокость в школах, когда они преследуют кого-то из школьников, об этом заполнен весь интернет. Это от чего? От чего, кстати? Так потому что у них нет никаких барьеров и границ. Они считают, что это нормально. Им кто-то объяснил, что вот за то, что вы там побили боль и слабого, вас могут выдрать. Нет. Наоборот, родитель прибегает, рвет на себе тельник и говорит, ну, как мы его можно было. Здесь надо и родителя драть, и ребенка. То есть вопрос наказания – это не вопрос некоего издевательства над детьми. Это вопрос такой же, как в судебной системе. Неотвратимость наказания за всякую пакость. Иначе вы вырастите людей, которые будут жить без берегов. Они будут делать... У меня вот это все время. С точки зрения, скажем так, управления населением, без берегов проще управлять. Если у вас развитая компьютерная система, связанная система надзором, люди тогда получаются, они как дети. И детьми управлять лучше, потому что у них границ никаких нет, пределов нет, а вам проще им, во-первых, убедить в чем угодно, в любой глупости, что, собственно говоря, происходит во всем мире. Это раз. А во-вторых, их проще контролировать, поскольку у них нет критерий. Потому что берегают, что это критерии оценки хорошо и плохо. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, конечно, телесные наказания – это крайняя форма. Но, к сожалению, мы еще не настолько люди, чтобы мы не использовали приемы воспитания такие чисто биологические. Мне кажется, иногда это очень полезно. Ну, а если мы такие гуманицы, зачем мы в тюрьму сажаем убийц? Нет, ну, там есть много бреда еще, что там родители должны стать детям друзьями. Вы знаете, однажды я проанализировал детей, вот этих вот деятелей от психологии и педагогики. Вы знаете, основная проблема какая? Что у них очень большие проблемы с собственными детьми. И вот те, кто это говорит, я считаю, что надо бы журналистам вытаскивать их детей, демонстрировать, во что они превратили своих детей, своими закидонами. И все будет понятно. Как раз сейчас про то, насколько легче управлять, скажем так, глупым социумом. Она чуть-чуть большая цитата, но мне кажется, там стоит, потому что, ну, остальное сами дочитают. Научившись писать, дети быстро переходят к более примитивному тыканью пальцем в планшет или телефон. В результате возникает ситуация замены принудительной нагрузки на развивающийся мозг благостью компьютерных подсказок, искусственным синтаксисом и пунктуацией. Я вот прямо для себя возьму. Я еще в свое время, когда целую кучу смайликов разработали и вбрасывали в компьютер, даже кто-то разрабатывал, кто-то вкладывал деньги, чтобы их разнообразных много понаделать. Это денег стоит. Ну, конечно. Да, да. И это никак не окупается. Они бесплатно берутся, а значит, это как бы навязывалось. В конечном счете, исключение рукописных текстов из детского развития, это то, что нас сейчас делают в школе, снижает формирование структурных основ самосознания и когнитивных способностей. При этом наше сообщество ориентировано на то, чтобы творческие отклонения самостоятельного мышления никогда не появились. Только примитивное демонстрационное деминирование в популяциях предельно ограниченных социальных имитаторов и конформистов гарантирует иллюзию личного процветания. По этой причине развитая письменная речь постоянно заменяется невнятными и безграмотными фразами, картинками, национальными символами, смайликами. Эта ситуация начинает осознаваться в среде тех, кто способен к небиологическому мышлению. Но это же вот напрямую то, что у нас делается, это как раз про управление глупость. Да, ну так извините, а посмотрите, сколько людей, как раз у всяких организаций, за это ратуют. Знаю, у нас министерство образования за это ратует в первую очередь, переводят всех на электронное обучение. Хотя вагоны книг просто на Западе написаны. Нет, а на Западе уже просто они наигрались и понимают. Но, понимаете, на Западе там немножко по-другому подходит. У них дифференциальный подход. Вот для будущих сэров и пэров там каллиграфия обязательно. Понимаете? А для тех, кто пойдет на бензоколонку осваивать пистолет и две кнопки, для них не надо. Для них только айпад и смайлики. У них умышленно дифференцированная вещь. Если мы строим социальное государство, это делать ни в коем случае нельзя. Если мы обращаемся к... Если мы строим такой же капитализм, как на Западе строится, тогда все правильно. Но пока мы его строим. Да, 90% не должны уметь читать и писать. Это правильно. Потому что тогда учить дураков только портить, как известно. Они будут пользоваться вот этими примитивными наборами символьного общения. А сейчас сделают распознавание речи, оно все совершенствуется. И вообще не нужно будет ни читать, ни писать. Я об этом много раз говорил. Удастся отрезать будущее поколение от литературы. А это значит от человеческой мысли. Ну и все это можно превращать в кого угодно хотите. Вы интеллектуальных, айтишников, псевдоинтеллектуальных, которые будут на каком-то питоне программировать, не зная ничего вообще. И считаться отличными работниками. Кого хотите. Хотите солдат. А те 10%, которые будут рулить этим всем делать, их будут учить каллиграфии, как уже на Западе это происходит. И в Японии, и в США. Почему? Потому что письмо, письменная речь, когда вы вводите авторучкой по листочку бумажки, вы что должны делать? Во-первых, у вас развиваются у детей области очень специфические. У меня даже, я говорил об этом, выступал, специальная лекция была. Это, кстати, единственный человек у нас в стране, кто за это активно пропагандирует. И за свои деньги построил музей каллиграфии в стране. И создал Международную ассоциацию каллиграфов. В Сокольниках? Да, в Сокольниках. Я просто... Кому интересно, в Сокольниках есть такое. Это известная личность, которая, собственно говоря, делает для сохранения следов человеческого сознания, созревания мозга, всё, что может. Он просто, извините, вкладывает колоссальные деньги в это. Свои личные заработанные он мог потратить. Он вкладывает в это для того, чтобы сохранить какие-то следы сознания. В чём дело? Когда вы вводите авторучкой по листу бумаги, что, во-первых, задействует? Обратите внимание. Обезьяны как-то очень неумело веточкой даже муравьёв выковыривают. Почему? Да потому что вот эта тонкая манипуляция, связанная с написанием слов, непосредственно контролируется чисто человеческими областями. У нас манипуляторная активность, когда-то у меня в книжке в одной описано, почему она возникла и зачем. Она сохранила нам жизнь как виду. Но теперь мы это используем не совсем по назначению для написания, но это единственный способ связать тонкую моторику чисто, ну, физкультурное занятие, тонкая моторика, тонкая координация, с выстраиванием мысли, потому что слова, которые вы пишете, они содержат мысль логическую, и вам надо, прежде чем вы напишите буквочки, придумать как минимум 2-3 слова, которые будут связаны между собой. После этого выстроить их в соответствии синтаксисом и пунктуацией, и потом ещё грамотно написать. Вот только в этой ситуации мозг задействуется полностью, причём сложнейшей двигательно-моторной координацией, плюс колоссальная нагрузка на логические области, то есть ассоциативные центры, которые выстраивают эти слова-фразы и наделяют их внутренним смыслом. В этом всё дело. Других способов нет. Если вы отнимаете у человека эту возможность и превращаете... Вставляете вы в телефон подсказки слов. Да, подсказки слов. Вместо тонкой манипуляции вот это обезьянье-тыканье. Почему шимпанзе, как известно, сейчас лучше работают в компьютере уже многих детей. Они отлично листают новости, отлично играют во всякие игры. Шимпанзе. То есть задача понятна, что всеобщая компьютеризация и цифровизация – это цель опустить нас на уровень шимпанзе. В идеале было по мозгу уменьшиться. Хоть смеюсь, но я понимаю, что это серьёзная история. Это серьёзная. И попытки хоть какие-то ввести, например, вместо бесконечной физкультуры и религиоведения в школе каллиграфию встречаются просто в штыки. Почему? Да потому что этот инструмент создаёт личностей, индивидуальности, людей с самостоятельным мышлением, которые могут воспользоваться головой. Это никому не нужно. Нигде в мире. Поэтому на Западе это просто в циничной форме делают для избранных детей, очень богатых родителей, которые впоследствии будут иметь богатых детей, которые будут управлять этими странами. А у нас из-за того, что у нас так называемый олигархат или чиновничий, скажем так, чиновничий наследственный феодализм, который у нас сегодняшний существует, он же чиновничий наследственный феодализм. Если переводить в коммунистическую терминологию, я не стопоклонник, но это да, там этого нет. Они даже этого не понимают. Они продолжают все тыкать. Но это значит, что через поколение, через два, уважаемые господа начальники, вы вымрете. Потому что это не предполагает развитие интеллекта. Владение деньгами, это маловато будет для того, чтобы решать проблемы интеллектуальные. А чем дальше мы живем, тем сложнее интеллектуальные. Придется приглашать специалистов. Они вас съедят. Я хотел спросить, из Китая специалистов. Эти сидят еще быстрее. Мы в прошлый раз говорили как раз про то, что там томографы отбирают их. Скажите, а иероглифы и обычное письмо отличаются по воздействию на мозг? Ну, там есть свои особенности, но очень тонкие. Мне просто интересно. Это очень тонкие? Тонкие. Дело в том, что там требуется для грамотных людей просто, если вы запоминаете иероглифическое письмо, там надо, чтобы газетку читать, значит, 6000 иероглифов. Понимаете? То есть это более развитый мозг питается? Нет, это не более развитый. Там другой принцип. Зрительная память должна быть очень хорошая, поскольку вы запоминаете образами. И оперирование с образом. Это, конечно, свои имеют и преимущества, и недостатки. Потому что образы иероглифические сказываются так, что сложность письменной речи такова, что люди стараются даже представлять себе восточные. Я много говорил с ними. Они постараются представлять образ дерева. Ну, у вас такой дуб развеситый, березка, там еще что-то. Там для африканца пальма какая-нибудь там с чем-нибудь. А у них из-за того, что особенно грамотные люди, которые положили много времени на изучение собственной письменности, они представляют иероглифы. Понимаете? Отсюда уровень абстракции. И отсюда... Тогда у них абстрактное мышление хорошо должно быть. Ну, отсюда есть. Но абстрактное, к сожалению, нетворческое. Понимаете? Не надо путать. Абстрактное мышление, нетворческое. Отсюда, например, взяв винтовку в свое время, перед Первой мировой войной, европейскую, там японцы из нее сделали такую винтовку, что в своих воспоминаниях Тимофей Фрисовский говорит, что ну вот у меня была винтовка японская, потому что она была такая органичная. То есть они так ее абстрактно обмыслив и доделали, что она вот была феноменальна, и мне было удобнее всего. То есть не помню, или Тимофей Фрисовский, из великих биологов, кто участвовал во всяких этих потасовках. Врать не буду, фамилию не помню. По-моему, Тимофей Фрисовский. Так вот, об этом речь идет. Да, существует разница. И разницы эти, они, поскольку мозг в одном случае загружен там иероглифом, в другом принципом простого письма, связанного с построением слов, он немножко по-разному. У них социальная система другая, это отдельный разговор. Да-да-да, я сейчас туда не хочу. Мы его по-моему, про макфологию... Это не значит, что среди них нельзя человека найти, который будет так же, как европейцы, владеть речью такой письменной. То есть просто она другая, другие принципы. А сейчас у нас вот это вот, поскольку отсутствует письменное воспитание письменной речи, надо выпускать эти тетрадки с косыми линейчиками, надо учить писать не шариковый авторучек, а пером, чтобы он весь был в чернилах с головы до пятого. Почему? Надо сразу говорить, почему. Потому что грязные руки – это наказание. У вас тут же возникает амплитуда. Вы приучаете его не только водить перышком, но и предельной аккуратности, собранности. И микродвижения. Микродвижения – это всё очень важно. Почему раньше, говорю, там вот все время рисовали мальчиков, там тетрадки в кляксах, там в чернилах и прочее. В чём дело-то? Это было позорно. Между детьми тут же начинается соревнование. И тот, кто чисто и красиво пишет, тут же получает ту самую искомую детскую доминантность. А тот, кто, значит, вот не может, тот вынужден так напрягаться. Ведь известно, что с помощью хорошей деревянной линейки вполне в гимназиях учили рисовать даже портреты друг друга. Ещё когда фотография была не так развита. Так что не айфоном щёлкать, а взять и карандашком нарисовать портрет соседа. Вполне возможно. Любого гимназиста. Можно научить. Конечно. Вопрос длинной линейки. В смысле, чтобы бить? А как же? Я сначала думал, что линейками меряют и рисуются. Нет. Лупят. Всё по-старому. Лупили, точнее. Ещё один вопрос, который меня несколько удивил. Я сейчас спрошу, почему. У вас написано, что полугодовалые дети распознают привлекательность лица, в том числе женского. А как они могут распознавать? Там, по-моему, 5,5 месяцев, 8 месяцев. Если у них ни сексуальности нет. Вы вообще говорите, у них сектор зрения, они игрушки не видят. Ну, у них сектор зрения, это у новорождённых 20 градусов всего. Поэтому там и с светом там большие проблемы. Это экспериментальная работа. Их очень много проводилось, потому что детей новорожденных мучило все, кому не лень. Но привлекательность – сексуальная вещь уже, в общем. Нет. Привлекательность – они распознают в том смысле, что привлекательность – то, что они свою мать могут отличать. Но там несколько компонентов. То есть самый ранний компонент, который включается, это один орган чувств, который, собственно, дети пользуются. Это положение тела в пространстве. Вестибулярный аппарат. Это первое. Почему это важно? Потому что мать, когда берёт на руки ребёнка и подносит груди, чтобы покормить. Это связано с чёткой рефлексом на еду. Как у собаки Павлова. Поэтому вестибулярный аппарат отрабатывает. Да, и должен очень точно. А приходит бабушка гадкая, и берёт его чуть-чуть не так. И вроде так же держит. А не так. Вот это он считывает, начинает орать. И пока не достигнет нужного положения, мама уже берёт рефлекторно, абсолютно похожее на него. Это раз. Второе, что самое раннее приходит – это обоняние. Я уже много раз об этом говорил. Дело в том, что у детей обонятельная система работает очень хорошо, и они слышат запах, ощущают запах материнского тела. Если его мыть, то они не будут грудь сосать. Это известно на Западе. Проблемы были в своё время. Потому что научили, решили гигиенисты. Давайте мыть эту грудь, прежде чем давать ребёнку. Они откажутся есть. Когда перестали мыть, он успознаёт мамку и сосёт грудь. Хорошо. Это многократно описано в литературе. Это не значит, что надо всё время ходить грязной грудью, но потом-то помыть можно. А вначале лучше не надо. То есть это второе. То есть вестибулярный аппарат – обоняние. Дальше. Зрение постепенно расширяется, то есть увеличивается поле зрения. И первое, кого он распознаёт – это мать. Естественно, он распознаёт мать не то, что он видит детали лица и прочее. Он видит некий алгоритм простейший. Естественно, запоминается очень простой алгоритм. Говорит, у нас же две зрительных системы. Одна зрительная система – это то, что у нас в коре, то, что на затылке находится. Зрительная система – корковая. Но кора-то ещё не созревшая. Но мы-то когда-то были, для верующих извиняюсь, мы-то когда-то были рептилиями, вообще-то, домлекопитающих. И у нас сохранились структуры рептилийной крыши среднего мозга, никакого отношения к коре не имеющие, где находятся зрительные центры, передние бугорки, четверохолмия, куда приходят также точно зрительные волокна. И примитивные реакции мы сохраняем на всю жизнь. Избегание опасности. Когда вас бросают снежком, вы шуканяетесь, а только потом понимаете, что вы среагировали. Почему? Потому что это рефлекторный механизм, так называемый старт-рефлекс, который построен на древних ещё рептилийных центрах. Вот эти же центры, они в первую очередь, поскольку они самые древние, они в первую очередь дифференцируются, и именно на них построено примитивное распознавание. И вот ребёнок, в первую очередь, он распознаёт, естественно, там не детали. Прыщик на носу маме, он не различит. Но глазки, носик, ротик, то есть образ материнский, в самом примитивном виде, он вполне, для этого вполне достаточно передних бугорков четверохол. Но привлекательность – это субъективное его, потому что матерь всё. Нет, привлекательность матери, он просто, да, он узнаёт. А не то, что если к нему девушка из плейбоя приходит, то он... Нет, девушка из плейбоя ему плевать, если она тем более пахнет каким-нибудь там адорантом. Я просто когда прочитал, у него был как бы... Нет, привлекательность матери, поскольку она связана, там же подкрепление сразу, запах, положение тела, еда. Всё. А зрение вот этого полного спектра тогда, вот у них 15 процентов? 20. Когда рождается человек 20, потом он расширяется довольно быстро в течение года. Но в течение года, но это очень индивидуально, поскольку там большой разброс... А вы говорили, что маленькие рисунки рисуют, я думал, что там до 5 лет. Нет, это созревание уже коры. Оно там действительно идёт до 6, иногда до 7 лет. Это когда им дают, если принудительно, то есть если без линейки, да, деревянной, то он начинает и говорит, рисуй, что хочешь. Вот он берёт лист бумаги, берёт карандаш и начинает рисовать. И вот рисунки увеличиваются в размерах в зависимости от созревания коры. Простроенности. Да, но что делают обычно так называемые псевдопедагоги? Они заставляют их рисовать большие картинки. Поэтому вся картинка состоит из кусочков, на самом деле. Или при анализе. Ну, либо в углу нарисованы. Ну, нет, в углу это когда не мешают. А когда мешают, они делают большие картинки, но которые из раздельных частей, потому что он каждую часть рисует по отдельности. Но это полезно, потому что таким образом педагогический, его пытаются заставить быстрее созревать, связи образовывать, то есть чтобы он видел всем всё поле зрения. Это неплохо, но приёмы, которыми это достигается, я бы сказал, что это хуже линейки. А созревание, размер картинки отражает созревание затылочной области. Но это другое дело. Это корковая часть. А то, что мы говорим в отношении матери, первичное, это за счёт четверохом. То есть другой центр, который достался нам ещё от наших далёких рептилийных предков. Отличный рассказ, большое спасибо. Что я хотел сказать? Вот, великолепная книга, нужно приобретать и покупать. Я вот выписал для себя, что мне было интересно. Возможно, вы выпишете для себя что-то своё. Сразу хочу сказать, что книга непростая. Я пользовался словарём. Явно доминировали. Нет, здесь я не доминировал просто всегда. Когда ты излагаешь книжки очень простым, доступным языком, тебя всякие недоучки безшкольного образования начинают обвинять бог знает в чём. А здесь книжка, она предназначена, в первую очередь, для женщин. Потому что мне очень жалко детей, которые вырастают у матерей, которые не понимают, что происходит у них в головах. И для этого написано. Но поскольку женщины у нас отличаются двумя вещами, занудностью и псевдотщательностью. Всегда же они убираются перед приходом гостей. Понятно. А если прийти неожиданно, лучше не входить. Так вот, учитывая женские особенности, она написана так. Здесь написано более-менее понятно всё. Но очень большой ссылочный аппарат. Причём ссылочный аппарат сделан на те годы, когда и у нас, и на Западе с детьми много экспериментально работали. И самое главное, работали не тенденциозно, а честно. Потому что начиная с конца 90-х годов возникли вот эти самые социальные группы балбесов, которые решили зарабатывать на гуманизме. И, по сути дела, масса исследований просто запрещено. Просто оно преследуется. То есть, говорят, это не гуманно, это нельзя. Вот это до этого периода. То есть, когда ещё здравомыслие не было полностью побеждено псевдогуманизмом. Вот, собственно говоря, так книжка и написана. Поэтому много сложной, относительно сложной терминологии, ссылки на конкретные работы, которые можно найти, прочитать и, так сказать, ознакомиться с первоисточниками. Это, к сожалению, такие правила игры. Потому что, когда я просто говорю о каких-то вещах, появляется тут же два-три полуграмотных шепелявых идиота, простите, которые тут же начинают задавать, говорить, откуда это он взял. Вот отсюда взял. Вот здесь каждая фраза подтверждена конкретной ссылкой. Это вынужденная ситуация. Если бы таких замечаний не было, я бы так не делал. Но, к сожалению, здесь нужно доказывать каждое слово. Большое спасибо, что пришли. У меня есть еще второстепенные, как бы не прямые цитаты, а уже мои мысли от книги. Если еще раз согласитесь прийти, мы еще по ним бы прошлись тогда. Давайте. Ну, к тому же, это сейчас готовится уже второе издание книги. Ага. Она закончилась уже, и я там допишу какое-то количество материала еще внизу сюда. Отлично. Большое вам спасибо. Вам спасибо, что смотрели. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok